Здравствуйте, уважаемые телезрители! Погода по-прежнему неустойчива, более того, ожидается в ближайшее время резкое похолодание. Бесспорно, мы должны это учитывать при планировании своих работ на участке. Ну а что желательно сделать в эту субботу-воскресенье, давайте подумаем вместе. И я предлагаю несколько снизить интенсивность наших работ в связи с ухудшающимися погодными условиями. Прежде всего, предлагаю обратить внимание на черную смородину. Вот так выглядит молодой куст, ему всего 5 лет. Все ветви светлые, это говорит о том, что они молодые. Поэтому здесь никакой омолаживающей обрезки я сейчас проводить не буду. Просто первую обрезку мы с вами провели на смородине, удалили сломанные ветви и подмерзшие. А вот этот куст, ему уже 10 лет, как видите, он намного мощнее. И здесь есть ветви молодые, вот они светлые. А рядом, вы посмотрите, темные окраски, это старые ветви. Если мы не будем удалять старые ветви, мы снижаем общую продуктивность куста, снижаем его долговечность. Поэтому данную операцию нужно сделать именно сейчас. Начиная с 6-летнего примерно возраста, ежегодно нужно удалять как минимум по 5 таких старых ветвей. Кстати, на них образуется всегда мелкая ягода. Так что данная операция очень полезна. Берете хороший секатор и выбираете эти ветви. Ну вот, например, я выбрал эту ветвь. Действительно, она старая. Вот, видно, даже немножко корявая и так далее. В эту беру до основания и срезаю. Все. Ну, следующую ветвь, также смотрю, вот эта. Таким образом я удаляю 5, ну, может быть, 6-7 ветвей. Куст разрядится, и у него будет высший урожай, и увеличится долговечность. Так что советую, несмотря на погоду, в эту субботу-воскресенье провести омолаживающую обрезку черной и, кстати, красной смородины. Надеюсь, вы согласны, уважаемые телезрители, что теплица – это то место, где мы максимально защищены от воздействия окружающей среды. Поэтому здесь я предлагаю работы, вернее, темп работы не снижать. Ну, в настоящее время в нашей теплице мы выращиваем лук-эксибишин рассаду. Вот так выглядит рассада, которая будет высажена в мае непосредственно в гряду, либо укрываемая, либо неукрываемая, в зависимости от погодной. А вот так выглядит рассада лука-эксибишин выращиваемый стаканчик. Ну, самые рекордные экземпляры по килограмму и выше я постараюсь получить именно с этих растений. Хочу сразу отметить, что все-таки пластиковые стаканчики, они лучше. Растения примерно развиваются одинаковые, но здесь приходится два раза чаще поливать, поскольку вот через торфяные стенки торфяного стаканчика идет испарение влаги. В принципе, их использовать можно, они, конечно, дешевле, но они одноразовые. Эти стаканчики, вот я, например, пользуюсь ими уже на участке лет 15. А, наконец, тепличный томат, который здесь будет выращиваться. В настоящее время фаза цветения, то есть, в принципе, позволяет эта фаза высадить, но погода не позволяет. Я боюсь рисковать, оно надо будет укрывать, поэтому пока подержу еще здесь, под нетканным материалом. Но пасынки, тем не менее, надо удалять. Ну и благодаря тому, что я из мелких стаканчиков по объему перевалил в крупные по объему, я думаю, что эти растения еще выдержат определенное время. Ну, здесь также выращиваются и рассада петрушки и земляники. И я посеял раннюю капусту, цветную и белокочанную, ну, с высадкой вот между кустами. Ну, и я уже говорил о, так сказать, посевах промежуточных культур. Редис Анжелика, ну, нормально зашел, растет. Ну, я думаю, что через недельку первый урожай мы попробуем. Салат тоже, ну, хуже растет и развивается укроп. Он действительно не такой скороспелый, не так мощно растет, как, допустим, салат. Но, тем не менее, даже укроп догонит по своему росту и развитию другие культуры. И думаю, что в мае, в первой половине мая мы уже будем пробовать на вкус и его. Чего и желаю всем вам. И еще советую обратить внимание на теплицу и снаружи. Дело в том, что у нас в районе Улан-Удэ, да и вообще в Бурятии преобладает песчаной почвой. И, естественно, пыль не сколько осенью, сколько сейчас, весной, когда усиливается ветровой режим, она осаждается на поликарбонатность, тепло. И солнечные лучи хуже проникают в теплицу. Поэтому советую водой хорошо помыть теплицу. Для этого можно использовать и специальную моющую машину. Они сегодня продаются. А вот я использую пистолет фирмы Керхер, подсоединяю его к шланге и прекрасно это моет. Ну, а что касается открытого грунта, то думаю, что с посадкой моркови, лука, чеснока нам надо подождать. В связи с ухудшением погоды. Ничего от этого мы не выиграем. Конечно, вы можете поэкспериментировать, но обязательно нужно укрыть нетканым клинным материалом. А вот советую в эту субботу-воскресенье обязательно посеять так называемую любимую нами среднюю белокочанную капусту, которую мы традиционно используем для квашения и недлительного хранения. Для квашения мне больше всего пока нравится гибрид Краутман, хотя я изучаю другие гибриды. Для недлительного хранения Итан Харикейн. Значит, Краутман для квашения, Итан Харикейн для недлительного хранения. И я выращиваю капусту много лет в таких ящиках. Почвенная смесь Ургаса универсальная. По два семечка, где по одному семечку сажаю прямо сюда. Здесь ячейки это минимальные. Около 40 квадратных сантиметров площадь. Можно сделать 50-60. Это, конечно, минимум. Но, тем не менее, рассада у меня получается неплохая и сразу приживается. Так что в субботу-воскресенье посейте среднюю капусту. А сейчас, уважаемые телезрители, хочу показать вам сюжет, снятый нами уже в далеком 96-м году. О технике приведения прививки яблони за кровь. Дело в том, что саженцы в последние годы значительно подорожали. Это, кстати, правильно, на мой взгляд. Кроме того, вас, возможно, не устраивает ассортимент яблони. Поэтому научитесь прививать сами. И у вас будет бесплатный посадочный материал. Ну, а как это сделать, вам расскажет Новоселова Ирина Андреевна, наш известный селекционер по яблони. Вот эту яблоньку мы сейчас с вами, дикую, трехлетнюю, будем прививать. Как это делать, следите, пожалуйста. Довольно-таки хороший стволик, поэтому место прививки здесь можно выбрать повыше. Не в этой части, а даже чуть повыше. То есть толщина подвое должна быть в два раза примерно полтора толще череночка, который мы прививаем. Таким образом, мы выбрали место прививки вот здесь. Проводим срезку секатором. Затем срезаем все, что находится на этом стволике. Все веточки полностью. При срезке острой частью к растению и толстой к верхней срезаемой части. Это делается для того, чтобы оставить как можно больше дикую, устойчивую часть яблони, чтобы она не подмерзала, для того, чтобы зимостойкость ее была высокой. Затем, несмотря на то, что секатор хоть и острый, ткани немножко повреждены, мы делаем подчистку среза ножом садовым. Так, все готово. Теперь мы берем с вами череночек. Череночки хранятся в целлофане и в холодильнике у вас или где-то на леднике. У вас они уже лежали, скорее всего, долго, поэтому проверяйте, как они жизнеспособны или нет. Мягкие, хорошие, никаких повреждений на них нет. Ни подопревания, ни почернения. На срезе хорошая древесина и почки также все зелененькие. Теперь делаем надрез 2-3 сантиметра вдоль ствола. И немножко поворачиваем нож вдоль, туда и сюда, чтобы хорошо отстала кора. Но так как еще сокодвижение не началось, мы с вами рано встретились, поэтому сейчас довольно затруднительно еще провести, показать хотя бы вам прививку. Срез сделали, надрез. Берем череночек и срезаем со средней части. Если он довольно хороший, то можно использовать побольше. Большую часть черенка, нижнюю, верхнюю оставляем. Если же подозрительный, то лучше всего использовать среднюю часть череночка, выбирая 3 хорошо развитых почки. Делаем срез над верхней почкой, таким образом, чтобы не зарезая почку и не оставляя пенечка. С противоположной стороны почки срез делаем. Первая, вторая, третья почка. Нижняя третья почка с противоположной стороны. Делаем вдоль срез до 3 сантиметров. Нож должен работать от начала до конца лезвия. Одним взмахом мы должны срез сделать вот такой ровный, длинный, без всяких зазубрин. И моментально вставляем его за кору. Таким образом, чтобы не оставалась часть среза на поверхности. Ленточку берем и заматываем. Первый моток делаем закрепляющий раз. Затем делаем замотку с таким расчетом, чтобы лента друг на дружку заходила. Нижняя почечка остается открытой. Аккуратненько заматываем до самого верху. Ленточка осталась, можно продлить ее дальше вниз. И проводим закрепляющий узел. То есть опять оборот через палец и петля прочная. Теперь необходимо быстро замазать. Прежде всего верхнюю часть среза, череночка садовым варом или пластилином хорошо замазываем. То, что здесь у нас оголено срез на месте прививки, хорошо обмазываем кругом. И около почечки, которую мы забинтовали нижнюю. Таким образом прививка готова. Технологии Агротекс на защите вашего урожая. Укрывные материалы Агротекс создают оптимальный микроклимат для роста и развития растений. Укрывные материалы Агротекс защищают растения от перепадов температур, позволяя получить экологически чистый урожай с ранней весны до глубокой осени. Инновационный препарат «Биэм» устранит все запахи и отходы. Спрашивайте в магазинах города. Препарат «Биогумус Биэм» для активного роста. Спрашивайте в магазинах города. Витамины с огорода в любое время года. В Абсолюте. Мухаршигирский картофель всего 19,90 за килограмм. Помидоры 88 рублей. Огурцы 69,90. Капуста 1 килограмм 21,80. Абсолют. Гарантируем качество и по-настоящему низкие цены. Мотокультиваторы «Викинг». Выбери надежного помощника для дачи и для профессионального применения. Мотокультиваторы «Викинг». Сделано в Австрии. Скидка 10% только до 31 мая. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Прививка способом закору. То, что мы посмотрели с вами, это для выращивания саженца. Саженец будет готов к осени. А сейчас мы прививку закору посмотрим, как провести на деревьях 4-5-6-летних. То есть, как перепривить сибирскую яблоню, если она имеет такой уже возраст. И очень хорошо, что она у нас есть, потому что мы можем получить очень зимостойкую, любую полукультурку и несколько даже сортов на каждой веточке. И ранеточку, если она у вас недовлетворяет по вкусовым качествам, но не уступает по зимостойкости самым хорошим сортам. Что надо сделать? Вот перед нами как раз такая дикая яблонька, уже с готовой кроной, то есть веточки, на которых мы должны прививать. Обычно формируется яблоня из пяти веток, поэтому и прививку надо проводить на пяти веточках. Но если яблоня большая, и сразу большую яблоню обрезать будет рискованно, потому что она потеряет питательное питание, листовой аппарат. И корневая система, и яблоня будут страдать. Поэтому такую большую яблоньку можно перепривить за два года. Вот сейчас мы с вами и сделаем перепрививку 2-3 веточки можно привить, а следующие две веточки на следующий год вы можете привить. Выбрали мы с вами веточки. Эта ветка остается, значит будет и листовой аппарат, и питание. В этом случае можно все, что ниже, убрать полностью все веточки. Если вы перепрививку полную делаете на всех ветках, тогда для питания оставляем часть нижних веточек, чтобы они этот год могли содержать и питать эти верх лежащие привитые веточки. В данном случае мы с вами удаляем все, что нам не нужно. Как выбрать нам с вами место прививки? Ветки хорошо расположены, хороший угол отхождения, вот это благоприятно, вот это похуже веточка. Прививку делают на скелетных ветках, не очень толстых, и как раз вот это подходящее. На расстоянии от ствола 10-15 сантиметров. Вот на этой высоте, на таком расстоянии, и проводим срез секатором этих веточек, которые мы с вами перепрививаем. Острой частью секатора к дереву, а толстой частью к срезаемой ветке. Дальше проводим по той же схеме зачистку раночек. То же самое и здесь. Прививка за кору, я повторяю. И обязательно нужно протереть место прививки в качестве дезинфекции, чтобы не попали кусочки почвы или еще что-то. Обязательно влажной тряпочкой нам нужно протереть, прежде чем начать прививку. Затем мы берем ножичек, черенок, срез, то есть прививку мы будем не снизу вставлять, не сбоку, а сверху внутренней части кроны, для того, чтобы она потом более устойчива не могла сломаться на следующие годы. Делаем также надрез, как в предыдущий раз. Кору отодвигаем. Еще плохо она отстает сегодня. И делаем срез череночкой. Выбираем хорошие три почки в средней части побега. Над почкой срез. И раз, два, три почечка, три почечки. Против почечки делаем срез выше почки, сантиметр и два сантиметра ниже. Острый длинный срез, одним махом. И вставляем за кору. Таким же способом проводим, забинтовываем. Делаем один закрепляющий и следующий, заходящий друг на дружку, без всяких пропусков, нахлёст. И закрепляем ленту. Замазываем срез. Верхнюю часть замазкой. Около среза полностью. И около почечки, где мы оставили, если почечку, то около почечки. Всё то, что мы сделали, тоже мы делать будем и на этой веточке. Что же дальше? Дальше основное вы сделали, но прививка у вас будет только с 10-15 мая. Месяц может быть жара и сухота. Поэтому надо предварительно полить дерево, чтобы хорошо было сокодвижение, отставание коры. В дальнейшем уход, полив хороший и подкормки азотным удобрением в июне месяце. Но после того, как вы привили, идёт очень бурный рост всех почечки, все распускаются. То, что мы срезали, тут не распустится. А то, что не срезали, там спящие почечки. Вот тут много очень спящих почек. Здесь, 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 до самого конца. Все они проснутся и бурно начнут расти и задушат эту прививку. И прививка погибнет. Поэтому надо через каждую неделю приходить и всё сощипывать. Ещё маленькие отрастающие побеги. Тогда почка хорошо тронется в рост, значит она прижилась. В адрес программы продолжают поступать вопросы. И сегодня я хочу ответить на два из них. Так, Ксения спрашивает. В этом году хотим оздоровить почву картофельного поля. В магазинах Садем приобрели горчицу Сидират. Расскажите, пожалуйста, подробнее про посев и заделку в почве. Спасибо. Но я думаю, что вы приняли правильное решение. Потому что с помощью сидирального удобрения, так называемого зелёного удобрения, можно улучшить фитосанитарное состояние почвы, обеззаражить её и, кстати, повысить плодородие. Ну, в мае предстоит нам посев у горчицы. Я думаю, на отдельной грядке вам обязательно это покажу. И тогда вы увидите сами, как правильно сделать. И вопрос от Валентины. Слышала, что от мышей помогают цветки репея. Подскажите, где его можно приобрести? Ну, насчёт этого я сказать не могу, помогает или нет. Но лично на нашем участке здорово помогли препараты от фирмы «Федорина счастья». Я как-то им показывал в прошлом году, мы избавились и от крыс, и от мышей. То есть протравленное зерно, есть протравленные пластины сырные. Советую вам приобрести этот препарат. И проблемы у вас с мышами, но, возможно, и с крысами, также исчезнут. Спасибо за вопросы. На этом я прощаюсь с вами ровно на неделю. И ещё раз напоминаю, что в субботу и воскресенье состоится ярмарка для садоводов-огородников, где вы можете приобрести саженцы, сортовой картофель и другие сопутствующие товары. При выборе саженцев прежде всего ориентируйтесь на бурятские сорта. Всего доброго. Технологии «Агротекс» на защите вашего урожая. Укрывные материалы «Агротекс» создают оптимальный микроклимат для роста и развития растений. Укрывные материалы «Агротекс» защищают растения от перепадов температур, позволяя получить экологически чистый урожай с ранней весны до глубокой осени. Луга Яравны – красивый газон для сибирского климата. Спрашивайте в магазинах «Садем». Садовые центры «Садем». Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Тачный сезон не за горами. Покупаем все к сезону с нами. В торговых центрах «Абсолют». Семена от полутора рублей. Почвогрун 5 литров от 35 рублей. А также в продаже. Грабли, лейки, укрывное полотно. Тачки, шланги поливочные. На даче порядок и в доме уют. Семейный бюджет бережет «Абсолют». Мотокультиваторы «Викинг». Выбери надежного помощника для дачи и для профессионального применения. Мотокультиваторы «Викинг». Сделано в Австрии. Скидка 10% только до 31 мая. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!